МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Четверть триллиона рублей для Чуваши. Правительство Республики обсудило реализацию национальных проектов в регионе. С лишней хромосомой, но не лишние в обществе. Сегодня во всем мире отмечают День людей с синдромом Дауна. Праздник весны. В Доме дружбы отметили Навруз. Предприятия Республики развивают сотрудничество с корпорацией «Газпром». Только в прошлом году объем совместно реализованных проектов превысил 7 миллиардов рублей. Глава Чуваши Михаил Игнатьев находится с официальным визитом в Ямало-Ненецком автономном округе. Накануне здесь начали развивать новое месторождение газа и возводить промысловую базу. Подробности у Дмитрия Ковалева. Съемка из иллюминатора вертолета. Промысловая база Баваненкова в прошлом году начала работу на полную мощность. И накануне именно отсюда отправилась автомобильная колонна для освоения очередного месторождения газа – Харасовейского. Старт масштабному проекту в режиме телемоста дал президент страны Владимир Путин. Харасовейское месторождение откроет новые горизонты для развития отрасли, для укрепления нашего экспортного потенциала и для дальнейшей газификации самой России. В целом для роста национальной экономики. Запасы месторождения огромные – 2 триллиона кубических метров. Вместе с Баваненково – это почти 7 триллионов. Менее чем за три месяца мы построили временную автодорогу «Зимник», которая соединил Харасовей и Баваненково. Его протяженность свыше 100 километров. Начинаете. Внимание! В колонии начать движение на Харасовейское месторождение. В колонии более 30 единиц техники. Это бульдозеры, самосвалы, эскаваторы, трубокладчики, плитеозы. Сегодня с Сергеем Меншиковым встретился и глава республики. В рамках официального визита руководители субъектов посетили промысловую базу и вахтовый поселок Баваненково. Михаил Игнатьев отметил, что в реализацию проектов по добыче газа могут быть вовлечены и предприятия региона. Только на Харасовейском и Баваненковском месторождениях запасов голубого топлива хватит на 100 лет вперед. Рассчитываем, что предприятия «Чуваши» смогут расширить сотрудничество с «Газпромом» при освоении новых месторождений. В частности, электротехнические предприятия, которые уже имеют продолжительный опыт работы на газодобыче, а также машиностроительные предприятия – «Сейспель», «Промтрактор» и предприятия химической отрасли. Сегодня основными поставщиками «Газпрома» являются 13 предприятий «Чуваши». Главы регионов увидели, как на Ямале реализуют социально значимые проекты. Детский сад «Газовичок» возведен при поддержке инвесторов и был открыт в начале марта. Для дошколят здесь оборудовали бассейны, сенсорную комнату, скалодром и другие игровые площадки. Чтобы инновационная среда была доступна и инвалидам, установили специальные подъемники и пандусы. Это кадры из сюжета местного телеканала. Настоящий сказочный замок с видом на озеро Янтарное, выстроенный на месте заброшенного свайного поля, распахнул свои двери. 3 марта 2019 года навсегда войдет в историю Надымского района, как день рождения детского сада «Газовичок». Опыт в реализации подобных проектов необходимо перенимать, отметил Михаил Игнатьев. Соглашение о взаимодействии между Чувашской республикой и Ямалом было подписано 5 лет назад на форуме в Сочи. Тогда западно-сибирским регионом руководил нынешний министр природных ресурсов и экологии страны Дмитрий Кобылкин. Ямал такая территория, которую приезжали осваивать. Мы посчитали более 140 национальностей, которые сегодня живут, создали там семьи, в том числе жители республики Чувашия. Очень трудолюбивый народ. У нас хорошая диаспора, мы хорошо с ними сотрудничаем. Наши производители электротехнической промышленности, микропроцессорных изделий, автоматики, релейные защиты. Сегодня практически через компании нефтегазовой промышленности поставляют. Это для нас рынок продажи через вот эти мощные компании на территории Ямал. И поэтому у нас очень много интересного, будем общаться. Объем товара оборота между регионами продолжает увеличиваться. Дмитрий Ковалев, Республика. 250 миллиардов рублей направят на реализацию национальных проектов Чувашии до 2024 года. Их паспорта сегодня рассмотрели на заседании Совета по стратегическому развитию. Увеличить объем экспорта услуг в три раза до 9 миллионов долларов в год. Такая задача стоит перед республиканскими властями. На Сицеле в федеральном бюджете заложено 6 миллиардов рублей. Проект экспорта услуг новый. Его задача создать условия для долгосрочного действия в Чувашии. Предусмотрено мероприятие по развитию логистики, снижению административных барьеров, в том числе валютного контроля. Предусмотрены новые меры поддержки экспортеров. Сейчас мы совместно с нашими предприятиями, организациями, потенциальными экспортерами и существующими экспортерами мы же работаем по увеличению экспорта и в том числе по разработке корпоративных программ повышения конкурентоспособности. Другой проект «Кадры для цифровой экономики» также стартуют впервые. Реализовывать его планируют по двум направлениям. Одно из них – выдача персональных цифровых сертификатов. Потратить выплаты можно будет на образование, соответствующие критериям, которые в настоящее время прорабатываются. Форма обучения может быть выбрана любая, на базе одной из организаций, как очная, так и заочная, и дистанционная. Для получения сертификата потребуется подать заявку в электронном виде специализированному оператору. Что касается размера стимулирующих выплат, на данный момент идет речь от 10 тысяч рублей на человека. Второе направление – создать условия для подготовки цифровых специалистов с раннего возраста. Оно будет реализовано путем повышения активности общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций ДОП образования детей Чувашской Республики по участию в предоставлении заявок на получение различных видов грантовой поддержки федерального уровня. Реализация других 10 проектов будет продолжена. Их паспорта доработаны в соответствии с майскими указами главы государства. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня 21 марта – День солнечных людей. В этот день взрослые дети по всему миру призывают других быть чуточку добрее к тем, кто в этом очень нуждается. Один на 700. Практически каждый 700-й ребенок в мире рождается с лишней 21-й хромосомой. Ужасающая статистика. 85% детей с синдромом Дауна мамы оставляют в роддоме. Но наш сюжет сегодня не о них, а о тех сильных родителях, которые полюбили своих детей такими, какие они есть. И делают все для того, чтобы их дети имели такие же возможности, как и все. Настя – второй ребенок в семье Щеглевых. Солнечной девочке два года. Такая ласковая, такая замечательная. У нас вот синдром Дауна, он как-то, само собой, отклонилась сразу на второй план, потому что борьба шла за жизнь. И уже под конец думали, да хоть там, хоть синдром Дауна, хоть чего. Но главное, ты живи, Настенька. Говорят, что мужья не выдерживают, мужья уходят, когда в семье появляется больной ребенок. Но у нас вот наоборот, даже семья стала крепче. У нас папа сразу сказал, это наш ребенок, мы его никому не отдадим. Ее признали в палеотивной, вот в палеотивном отделении, там замечательные врачи. Они не только врачи, как друзья. Не важно, да, вот сколько проживет человек, а насколько качественно проживет. Поэтому мы как бы не ограничиваем Настеньку и вообще. Если иногда мы это позволяем себе, мы идем в гости. Им приходится нелегко в нашем мире. Но родители считают, что эти дети присланы с напоминанием быть терпимее и добрее. Они могут учиться, заниматься спортом, осваивать профессии и науки. Конечно, им нужны помощь и поддержка родителей. А родителям, в свою очередь, помощь и поддержка со стороны общества и государства. Ведь от появления особенного ребенка не застрахован никто. Татьяна Ильина, тоже мама солнечного мальчика Илюши. Первоначально это были психологические, конечно, проблемы. Нужно было преодолеть. А в целом, в плане адаптации этого ребенка в социуме, его социализация. Потому что общество не всегда принимает и не готово принять таких детей. Дети особенные, они отличаются от других. Мы ходим в детский садик, обычный логопедический детский садик. У нас инклюзивная группа, он один-единственный с такими особенностями. Группа его, конечно, принимает, но мы понимаем, что специалистов как таковых нет. Один философ, педагог, австрийский Рудольф Штайнер, основоположник антропософии, сказал удивительные слова, что эти дети приходят на Землю не просто так. Они приходят как напоминание нам о том, чего не хватает нам в обществе. Не хватает любви, ласки, нежности и понимания. В 29-й Чебоксарской школе сегодня собралось много солнечных детей. Они пришли с родителями, братьями, сестрами. Пришли все, кто хочет поддержать словом и помочь делам. Сегодня Международный день человека с синдромом Дауна, 21 марта. Весь мир присоединился к акции с разными носками. Чебоксары в том числе. Это не просто разные носочки, это ваш голос за то, что все люди разные, но все мы вместе. Это ваш голос за то, чтобы люди с ограниченными возможностями могли чувствовать себя в нашем обществе. Такими же, как мы. В школе прошел не только инклюзивный концерт. В фойе была организована фотовыставка «Мы все разные, мы все равные». На фото солнечные дети с известными людьми республики. В этой школе всегда открыты двери для детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году первый класс вместе с другими детьми заканчивают два ребенка с синдромом Дауна. Педагог 29-й школы Наталья Надеждина и сама воспитывает приемного солнечного ребенка. С помощью администрации МБО СОЖ номер 29 мы сейчас стараемся к первому сентября открыть на базе школы специализированный класс для восьми детей с синдромом Дауна. Пока у нас планы на начальную школу только. С педагогом начальной школы, которая в этом году выпускает четвертый класс, мы ездили в благотворительный фонд «Даунсайдап» в Москве на стажировку. Эти же родители организовали сообщество «Сила добра». При должном уходе и реабилитационных программах солнечные дети развиваются и достигают успехов во многих сферах жизни. В городе есть практика создания ресурсных классов для детей с ОВЗ. Да, может быть, синдром Дауна – это первый будет опыт. Эта технология, так скажем, образовательная работает. Ну и надеемся, что 29-й школе это тоже заработает. Я знаю, что там очень активное родительское сообщество. Они, собственно говоря, явились вот этим локомотивом. Здесь мы только можем сказать им огромное спасибо и, конечно, помочь. Какая нужна будет именно методическая составляющая, методическая помощь с коррекционной нашей школой номер один? Вопрос уже тоже обсуждался. Они готовы всесторонне помочь. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика. Стартовала неделя детской книги. Ее открытие прошло в Доме дружбы. А сегодня к акции присоединились в столице Чувашии. Приурочена неделя к весенним школьным каникулам. Торжественное открытие недели детской книги в Чебоксарах – это своего рода анонс того, что ждет читателей с 21 по 31 марта в разных библиотеках города. В этом году, в юбилейном для города Чебоксары 550-летие празднования, мы решили эту неделю провести очень масштабно. В течение всей недели во всех библиотеках города, городских библиотеках, а их у нас 18 по всему городу, будут проводиться эти праздники. Будут встречи с писателями, мастер-классы, викторины различные. В программе более 80 мероприятий. Я люблю ходить в библиотеку, беру разные книжки. Мне нравится писательница Холли Век. Она пишет про животных. Я предпочитаю читать больше книги, чем сидеть в телефоне. Также в эту неделю издательства и книжные магазины делают скидки на детскую литературу и представляют новинки. Вы посмотрите, ребенок может взять вот эту книгу и изучить историю Чуварского костюма. И он даже может сам попробовать создать этот костюм. Это книга-раскраска. И таких интерактивных книг выпускается немало. Писатели и издатели учитывают в своей работе интересы нынешнего поколения. Ведь не все же сидят в гаджетах. Есть и те, кто любит хорошую литературу. Сегодняшняя встреча тому подтверждение. В Чебоксарской детской художественной школе имени Ильи Юрьева проходят юрьевские чтения. Целую неделю здесь идут экскурсии и мастер-классы. Подробности в нашем репортаже. Это уже герой наших русских городов. У каждого города свой. Так выглядел герб Чебоксара образца 1781 года. А вот так 1998. Его автор – чувашский художник и геральдист Ильи Юрьев. Ему же принадлежат и эскизы госсимволов республики. Красочку на кисточку. Вот так вот. В роли художников попробовали себя воспитанники 180-го Чебоксарского детсада. Красное древо жизни и три солнца на желтом фоне. Ребята старались максимально скопировать оригинал. Ксюша Мышова закончила свой рисунок одной из первых. Он не так сложно рисуется. Он очень легко рисуется. Просто надо желтым цветом раскрасить, закрасить немножко красным и дуб нарисовать и все. Я еще таких флагов не рисовала. Я рисовала только где не чуваший флаг, а российский. В соседней аудитории тоже шел творческий процесс. Дошкалята рисовали символ Чебоксар – уток. Синий накладывается на зеленый. Получается какой цвет? Знаете? Нет. Изумрудный. Илья Юрьев не только писал картины и занимался геральдикой. Он рисовал эскизы к фильмам, костюмам, медалям. Иллюстрировал романы и поэмы, среди которых Норспик Константина Иванова. С многогранным творчеством художника детей знакомят 10 лет. Воспитанники приходят с удовольствием. Воспитатели уже знают, что у нас проходят в эти дни юрьевские чтения, знакомства школы нашей. И с удовольствием откликаются и приходят. Это очень важно, так как если дети будут любить свой город, свою республику, свою родину, зная как раз государственные символы, потому что они являются частью истории, частью культуры нашей родины. Юрьевские чтения – одно из самых знаковых событий, которые проходят в честь дня рождения народного художника. На следующей неделе подведут итоги международного конкурса детского рисунка на призы имени Ильи Юрьева. Татьяна Леонтьева, Павел Рядков, Республика. Сейчас короткая реклама, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дегустацию школьного питания провели в 37-й школе столицы. Вкусы, качество еды оценили родители, директора школ и депутаты. За технологическим процессом наблюдала и наша съемочная группа. Рис с мясом и овощами, борщ и ватрушка с творогом – стандартное меню школьников. Больше всего я люблю щи и борщ. Нам дают выпечку, пиццы, ватрушки. Я тоже их очень сильно люблю. И в основном наше блюдо всегда горячее. В 37-й школе Чебоксар обучаются почти 1200 ребят. И, пожалуй, единственное, от чего отказывается большинство – рыба. Они говорят, мы рыбу не любим. А ведь рыба красная, говорю, полезная для организма. И спрашиваю, а дома у вас рыбные блюда мама готовит? Они говорят, нет. У нас больше сосиски, у нас больше макароны. И поэтому, конечно, мы стараемся, чтобы дети поели. И очень надо, чтобы родители были грамотными. Чтобы блюда были качественными. Их надо приучать уже дома. И, конечно же, если дома рыбу кушает ребенок, постоянно видит это блюдо, и здесь он будет кушать. Участники дегустации, в свою очередь, не только оценили блюда на вкус и внешний вид, но и проследили за технологическим процессом приготовления. Все расставлено по своим местам. Каждые блюда. Потом хранение продуктов, товарное соседство. Все по отдельным помещениям, по отдельным холодильникам. Мне это очень не понравилось. Потом санитарное состояние идеальное. Чисто все аккуратно, все блестит. Ни одной пылинки, ни одной саренки нигде не увидела. Подобные проверки – не редкость. В 2018 году депутаты побывали во всех школах столицы. А уже в этом году, по независимой оценке Общероссийского народного фронта, чебоксары заняли первое место в Приволжском федеральном округе по организации горячего питания школьников. И третье – по стране. Для того, чтобы качество питания соответствовало и не было никаких нарушений в организации горячего питания, у нас работает маркиражная комиссия, у нас работает родительский комитет. Хочу здесь подчеркнуть, что родители в каждом образовательном учреждении, в детском саду или в школе, после подачи соответствующей заявки в администрацию школы, могут выйти в образовательное учреждение и проследить, продегустировать, взвесить, если есть необходимость, посмотреть по калорийности, насколько соответствует блюдо. Кроме этого, семьи, признанные малообеспеченными, имеют право на льготное питание в школах. Нужно лишь предоставить справку. В 2019 году из бюджета города Чебоксары было выделено 67 миллионов рублей для того, чтобы дети льготной категории граждан были обеспечены бесплатным питанием. Таким образом, порядка 10 971 ребенка на сегодняшний день у нас получает либо 50% возмещения стоимости обеда, либо же 100%. Это решение принимает именно комиссия, которая организована при школе. Следить за питанием своих детей родители могут и находясь дома. Запущенное в 2018 году приложение «Школьная карта» позволяет это делать. Ольга Алексеева, Алина Сусметова, Бахтиар Велиев, Республика. Мы продолжаем вас знакомить с номинантами на соискание государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства 2018 года. Чувашский академический драматический театр имени Константина Иванова выдвинул авторский коллектив мюзикла «Во мне душа пихампара» Эсман Чунра. Режиссер-постановщик мюзикла, художественный руководитель театра, народный артист СССР Валерий Яковлев. Сценарий написал драматург Владислав Николаев. Необычный для коллектива спектакль вчера смотрели члены комиссии. В нем много музыки и танцев, как и полагается, по формату. Драматические актеры легко освоили оригинальный жанр, попробовав свои силы и в вокале. Яркая сценография, неординарные костюмы – все это плод большой и серьезной работы всего коллектива. Он столько времени у нас занимал. Мы утром приходили на репетицию, днем пообедали, вечером опять репетиция. Мы домой ходили только отдохнуть с утра до ночи. Вот этот промежуток времени, он был такой насыщенный. Ой, мы даже вот вспоминаем, тогда было это очень сложно для нас, но мы это сделали, мы смогли. Моя роль – белая волчица Чиберби. Она очень достойная, с характером, она знает себе цену, преданная, верная своему любимому. Не смотрит ни на какие там сплетни или что-то, отговорки. Она знает, она идет за ним, за своим любимым, куда бы ни было. С огромным удовольствием играли в спектакле юные танцовщицы из хореографического ансамбля. Мы попали с помощью танцев. Мы ходим в коллектив «Синя птица». И получается, что к нам пришел Геннадий Павлович, Зоя Стихеевна. И сказали, кто хочет участвовать. И некоторые девочки подняли руки и потом делали отборы. Просто говорили, как говорят на чувашском языке. И вот так мы попали сюда. Идея противоборства охотников и зверей по замыслу авторов превращается в систему знаков и символов. На первый план выходят общечеловеческие ценности, дружба, любовь, феерность и преданность. Молодые актеры выложились по максимуму. Они не играли. Жизнь героев стала их собственной. Навруз. Праздник весны, встречи Нового года и начало пассивных работ. Как народы, проживающие в нашей республике, отметили праздник, смотрите далее. Уже более трех тысяч лет на земле отмечают Навруз. По традиции, до наступления этого праздника нужно убраться дома и рассчитаться с долгами. Сам Навруз стол должен ломиться от изысканных блюд. Считается, что чем больше размаху праздника, тем более богатый урожай будет осенью. Ну и, конечно, какой праздник без народных танцев. Щербет, самса, халва и лепешки с кунжутом на праздничном столе. В Доме дружбы народов огромное количество национальных блюд. В самом центре одно из главных язв Навруза – плов. Еще одно традиционное блюдо праздника – сумаляк. Готовится оно только весной. На его приготовление требуются сутки. Сумаляк – это национальное блюдо. Это когда в Наврузе праздник – это пшеница, там выращивается дома. Только сохраняет вот такой темноте, наращивает его, чтобы солнца никакой, ярости не было. И когда вырастет, и его отдельно делает отец его, потом сваривает и будет готовым. Алишер Иргашев приехал из Узбекистана, живет в столице Чувашии вот уже шесть лет. Навруз отмечает каждый год в Чебоксарах, как и Худабаш Алиев. Мы представители Республики Таджикистана. Нам очень приятно находиться здесь, в Республике Чувашии. Мы с вами учимся в ПГТУ, Марпасаде. И мы сегодня пришли тут отпраздновать. Очень приятно нас встретили, тут нас угостили. Сегодня мы хотим отметить этот праздник с русским народом, все вместе. Нам очень приятно, и мы очень рады, что нам создали такую прекрасную атмосферу. Азербайджан, Туркменистан, Армения, Татарстан, Узбекистан. Всего на праздник в Чебоксары съехались более 500 человек. Взаимопроникновение культур всегда повод для размышления. Какими бы ни были национальные традиции и обычаи, в основе их лежит дружба народов, их желание жить в мире и согласии. В файе организовали специальную выставку, украшения, расписная посуда, народные костюмы. Перед участниками и гостями праздника открылась удивительно яркая картина. Таким стал этот четверг, 21 марта. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова